Сегодня расскажем о опыте нашего взаимодействия со стартапом. Как раз у нас коллеги попросили именно вот эту часть нашей инновационной деятельности осветить. Два слова скажу о нашей компании. Агротера – это 200 тысяч гектар посевных площадей. Мы расположены в черноземной зоне. Основные культуры – это соя, пшеницы, рапс, свекла. Есть культуры, занимающие меньше площади. Мы ведем активную инновационную деятельность, ищем инновации в разных источниках. Один из этих источников – это взаимодействие со стартапами. То есть в последнее время мы более плотно стали работать со стартапами, потому что они еще не предлагают массовые какие-то решения, но могут предлагать более эффективные решения. Я более подробно расскажу о ходе нашей работы на третьей секции, поэтому здесь не буду слишком подробно останавливаться. Скажу вкратце, что у нас есть некая совокупность хозяйств. Из наших 34 хозяйств мы выбрали несколько хозяйств, которые вовлечены в нашу инновационную платформу. То есть фокус наших исследований сосредоточен именно в них. И сотрудники, и инновации проходят через вот эту ступень. Потом успешные проекты, успешные технологии, они в более широких масштабах. Приоритизация у нас идет в соответствии с тем, как мы тратим деньги на текущем этапе. То есть там, где больше затрат, там больше интереса их оптимизации. В частности, вопрос по использованию удобрений. Я думаю, среди присутствующих на конференции по точному земледелию, никому не надо рассказывать, что удобрение – это значительная часть в системе затрат и очень важная, собственно, часть для произрастания культуры, получения качества продукции. Мы смотрели, сделали обзор рынка, смотрели разные решения в этой области. В области интерпретации имеющихся данных и в области создания конкретной системы удобрений. В основном компании предлагают некоторые программные продукты на основе балансового метода классического, используя базовые коэффициенты российской системы и зарубежной. Есть ряд решений, которые работают именно с контурами полей, но в эти контуры, опять же, интерпретация данных заносится или на основе балансового метода, или на основе нормативного метода, или просто, так сказать, это дается на откуп агроному. Компания-разработчик не несет за себя ответственности. Мы хотим глубже идти в эту тему и повышать дальше эффективность нашего группы компаний. Поэтому мы искали дальше и нашли компанию, которая именно сфокусирована, одна из немногих, именно сфокусирована на том, чтобы учесть весь комплекс факторов, влияющих на полдородие почв и влияющих, собственно, на удобрения, с помощью которых мы управляем в полдородии. Теперь я передам микрофон Талу, он расскажет более подробно о своей компании. Добрый день. Forgive me for being the only one speaking English in this event, so my apologies in advance. Smart Fertilizer is a digital ag company. We're a software company, software and only software, and we're focused on fertilizer optimization. While working with farmers, farmers are able, farmers working with us, obviously, are able to increase yields, to save on fertilizer costs, to enhance crop quality, because you provide the crop exactly what it needs, and, of course, to become more sustainable and environmental-friendly, while preventing fertilizer misuse. You all know that fertilizers are the most dominant ag input. It's responsible to up to 70% of crop yields. If you look at this slide, that slide says a lot about the situation in Europe, and, on my view, the situation in Russia as well. On 2014, Russia has actually used the least amount of fertilizers per hectare, and it actually got the lowest yields on cereals. Now, that's not magic. That's simple agronomy. But that shows that managing that practice may have a huge impact for Russian farmers. Now, obviously, it's not just how much you use. It's what you use. It's how do you use it. It's which one do you use. And we're managing the entire practice in that sense. If you ask farmers today, what do they do? Usually, they use traditional practices. I do what my father used to do. I do what the neighbor does. I do what the fertilizer company tells me to do, which is all nice. But none of it is scientific. Because, actually, doing it in a scientific way means taking hundreds of dynamic parameters into account, from your crop characteristics to the fertilizer that you use, your soil, water, tissue analysis, your climate, your location, the research in your location. No one can do it on the top of his head. And it's all dynamic parameters. So that means that no Excel sheet can manage that. Because everything here is dynamic. Chemistry is dynamic. Biology is dynamic. That's exactly why we have created Smart Fertilizer. So Smart is a very easy-to-use software application. A farmer can just map his plot. Immediately, he would get weather and soil information about his plot. He would get weather, forecasting, GDD information, soil texture, pH levels, organic matter. So that means that even if he didn't do any tests until today, he has a good point to start with. Obviously, if he has his own test results, he can manually input them into the system. Then, all he has to do is choose the crop. Out of 250 crops in our database, he chooses the crop, the variety, and the target yields. The simple then analyzes all of those hundreds of dynamic parameters. And then, very easily, provides him with an optimal fertilizer planning for the entire season. Now, obviously, we manage the entire practice. That means that we give him fertigation, and we give him beige dressing, and we give him liming. But the end result is a very simple-to-use optimal planning. We're a startup. And to be fair, we're a small startup. But as of today, we managed to work in 118 countries with 250 crops. So we've gained a lot of experience. We know that the data is solid. And we know that what we're doing works for customers. By the way, we don't only work with farmers, we work with companies, and now also with governments. But we can take the system and implement it on a wider scale. Nice thing about SMART, it is to work with anything, any crop, any fertilizer that you may use, liquid, solid, manures, organic, whatever you want to use. Any application method that could be hydroponic, and fertigation, and spreaders, and whatever you use, we can fit that. We do. And we're doing that globally, as we mentioned, that means anywhere. So I'll hand it to Stanislav to talk about the research that we did together. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So I'll take a look at the pilot project that we did. То есть на площадях в районе 1000 гектар мы сделали индустриальный эксперимент, то есть привлекая индустриальное оборудование наших механизаторов. То есть у нас было сопровождение со стороны РНГ, но работы выполнялись работающим хозяйством обычным, типичным. То есть это в районе 10 полей. Приоритет нашей основной культуры это соя, пшеница. Были другие культуры, но мы здесь в рамках данной презентации не будем распыляться на многое. Значит, это в дальнейшем мы расскажем. Дополнительно мы использовали специальные технологии, чтобы собирать корректную информацию о выполняемых экспериментах. То есть это спутниковый мониторинг, GPS-мониторинг техники, которая выполняла операции. Это у нас есть свои решения для агроскаутинга, своя лаборатория для агрохимического обследования. Все это в комплексе использовалось. Значит, метод использовался внесения. Это все удобрения специально в рамках проекта мы решили для соблюдения фактора единственного отличия внести в основное внесение разбросным методом. Основные KPI проекта были, то есть это повысить маржинальность культур, повысить урожайность и, собственно, протестировать технологию, протестировать стартап, то есть включая команду и как компания готова адаптироваться к новым условиям, в частности к российскому рынку. Значит, многое не буду останавливаться, то есть мы активно пользовались сервисами для мониторинга наших полей, то есть это был A-B-тестинг или просто разделение, мы просто делили поле на две части. Одна часть поле по технологии смарт, другая часть по контрольной технологии, которая близка к нашей средней технологии. Вот, значит, хозяйства расположены на дистанции 200 километров друг от друга для того, чтобы учесть почвенно-климатические неоднородности. И чтобы упростить масштабирование результатов эксперимента. Регулярно производились мониторинг состояния посевов наземным способом, с помощью специальной системы нашей разработки. Значит, на первом этапе мы получили за счет того, что у нас удобрение уносилось в основном несении, то есть мы получили резкий скачок биомассы, потом произошло некоторое выравнивание, но эта разница, она сохранилась до конца вегетационного сезона и выразилась потом в урожайности. Это я немножко забежал вперед. То есть точно так же контролировалось состояние растения, габитус его, его корневая система и так далее, биомасса. То есть мы калибровали, по сути, спутниковые данные, сопоставляли их с тем, что мы собирали другими способами. Совместное использование удаленного мониторинга иноземного, то есть повышали качество и точность данных, которые мы собирали. Значит, здесь общая такая табличка по результатам эксперимента. То есть на сои мы получили стабильный прирост по урожайности, то есть стабильно получили в районе 11%, и при этом маржинальность выросла в районе 5%. То есть даже при первой итерации эксперимента мы помогли коллегам адаптировать их модели к российским условиям, мы дали российские классические стандарты на текущий момент по агрохимии, мы ввели наши агрохимические данные, наших обследований, получили такие данные. Значит, по пшенице мы получили прирост урожайности, но маржинальность снизилась за счет высокой цены удобрений. Значит, это является, потом, Тал об этом скажет, это является темой для наших дальнейших исследований, чтобы углубить и усилить у стартапа экономическую составляющую. То есть финансовый анализ, они еще в процессе развития, они сейчас пока занимаются сбором, анализом данных интерпретаций по окружающей среде. И финансовый анализ – это следующий этап в их плане развития. Значит, ну основные выводы я пару озвучу. То есть мы увидели, что компания готова динамично работать, мы увидели, что конкретные есть модели, которые уже сейчас на текущий момент работают, поэтому мы с компанией хотим продолжать взаимодействие и уходить в более детальные эксперименты с большим количеством нюансов на следующий сезон, на сезон 2018 года. И, кроме того, мы видим, что технология точно так же может использоваться другими хозяйствами, другими фермерами. В некоторых случаях это даже может быть более эффективно, потому что мы обладаем какой-то совокупностью инструментов для контроля и со своими экспертами в области построения системы удаврений. Не все мелкие фермеры, например, могут себе это позволить, и поэтому бывают разные ситуации. То есть приложение в целом масштабировано как для больших хозяйств, так и для маленьких. Мы понимали, что смарт работает для русского рынка, и это было важно для нас. Мы уже были клиенты в России, но работали с Агротерра, это помогает нам validать данные, и проверить, что это работает для русских продуктов, русских условий, и для нас это было огромное experience работать с Агротерра, которая также влияет на нашу roadmap ahead, на изменениях, которые мы хотим сделать в этом системе. И, счастливо для нас, мы будем продолжать работать с Агротерра на следующей сезоне, с различных crops, различные условиями, и для нас мы рады быть здесь, looking to grow в русском рынке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова